МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы было больше, бочек с рыбой. Кабанский район отметил 95-летие. Найти свое, тогда уже будет легче. Бизнес в Аке. Как открыть свое дело в самом отдаленном районе Бурятии. Это новости на ТВ. Я Мриам Восканян. Здравствуйте. В ближайшие полчаса все самое важное и интересное в Бурятии за последние сутки. Поехали. Пятилетний мальчик упал с 12 этажа. Трагедия произошла в Икутске. Прохожие увидели повисшего на окне ребенка и попытались поймать его с помощью покрывала. Мальчик упал на руки нашему земляку Баину Бадмаеву. Обоих доставили в больницу. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Еще одна трагедия произошла в Улан-Удэ. Выходные на улице Бийская нашли погибшего мужчину. Со слов очевидцев, он пытался самовольно подключиться к электросетям. Для этого он залез на опору воздушной линии, но не удержался и упал. Сила гравитации и желание сэкономить стоили ему жизни. Увы, на этом смерти не заканчиваются. За последнюю неделю в Бурятии утонули 4 человека. 50-летний мужчина в реке Иркут. 33-летний житель села Ранжурова на озере Байкал. 13-летняя девочка в пруду в Прибайкальском районе. И 17-летний парень в реке Уда. 8 районов Бурятии охватили пожары. Стихия разбушевалась не на шутку. Огонь прошелся по территории почти в 450 гектаров. За последние сутки удалось ликвидировать 19 пожаров. Накануне в Улан-Удэ во дворе многоквартирного дома собака напала на 5-летнюю девочку. Ребенку наложили 10 швов на лицо. Об этом сообщила мать пострадавшей в паблике «Аноним-03». Собаку еле отогнали палками. Боюсь представить, что было бы секундами позже. С хозяином виделись после этого лично. Он сказал, извините, до этого таких случаев с нашей собакой не было. Он убежал от меня. Я сам не мог его найти. Собаку удалось поймать. На нерадивого хозяина составили протокол. Еще одна жертва нападений Татьяна Лоскутникова возобновила лечение в Москве. Напомним, в конце 2020 года девушку растерзала стая собак в поселке Забайкальский. Почти год она пролежала в одной из клиник столицы. Под Новый год Татьяну отпустили домой. Однако после праздников девушку не спешили приглашать обратно. Тогда родные потерпевшие обратились к главе Бурятии. Результат не заставил себя ждать. Сейчас лечение продолжилось. В последний жаркий день перед ливнями горожане решили освежиться на озерах. Видимо, все сразу. Пробки начались с вечера пятницы, а на пляжах, как говорится, яблоку негде было упасть. И пока одни искали место под солнцем, отдыхающий уснул на надувном матрасе. Два часа мужчина дрейфовал по просторам Гусиного озера, пока его не нашли спасатели. И немного хороших новостей. Адиса Гармаева делает первые шаги. Девочка приехала с родителями на реабилитацию в Москву. Побежали! Побежали! Руками! Быстрее, быстрее, быстрее! Руками, 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 руками! К другим темам. Лесной спецназ из Бурятии отправился спасать Якутию. Ситуация с пожарами там сейчас самая сложная в России. Все очаги масштабные и труднодоступные. Готовы ли наши десантники к опасной командировке? Кто будет спасать от огня Бурятию? Узнавала Екатерина Быкова. В Якутии с весны уже сгорело более 100 тысяч гектаров леса. Там действует режим чрезвычайной ситуации. Письмо с просьбой о помощи пришло лично от главы республики Саха. Первая группировка у нас два дня назад туда выдвинулась в количестве 18 человек. В течение пяти дней еще будет направлено 32 человека. То есть в общей сложности 50 человек. За плечами специалистов не один потушенный крупный лесной пожар. В прошлом году они также тушили возгорание в Якутии и Иркутской области. Мы едем в Якутию тушить пожар, потому что там много площадей горит, леса, а местные не справляются. Нас будут закидывать на вертолете, на какую-то площадку. Природу надо сохранять все равно. Зверей надо сохранять. Тоже много зверей сгорает в пожаре. Пожарные едут на месяц, а может и на два. Зависит от ситуации. Однако в Бурятии пожары никуда не делись. Из-за жары и сухих гроз обстановка приближается к критической. Справится ли оставшийся состав специалистов с возникшими трудностями? За прошедшие сутки проводились работы по тушению 31 лесного пожара на площади 447 гектаров. То есть 19 лесных пожаров ликвидировано, 3 возгорания локализовано. На утро продолжаются работы по тушению 9 лесных пожаров на площади 280 гектаров. Той группировки, которую мы оставили на сегодняшний день, ее достаточно при любых раскладах. Потому что на сегодняшний день пожары тушатся оперативно. Практически 90% пожаров тушатся в первые сутки. Там процентов 5-6 может уходить на вторые сутки. Но в целом сил и средств достаточно. Ребята работают оперативно. Полностью готовы, экипированные командировочные нам выдали. Продуктами будем закупаться там, в Якутии. Поэтому полностью готовы к вылету. Ребята настроены позитивно. Готовы помочь саха Якутии. Недолгое построение, слова на путстве, а ночью в путь. Ежедневно специалисты будут на связи с Бурятией. Екатерина Быкова, Баир Дугаров, Жаргал Реденеев, телекомпания АТВ. В Кабанском районе Бурятии на прошлой неделе тоже горели леса. Правда, пожар быстро потушили, и это не помешало празднику. Накануне район отметил юбилей. 95-летие встретились с размахом. Заводные танцы, веселые песни, костюмированный парад. И это только начало большого праздника. Наш корреспондент Юлия Туманова тоже в нем поучаствовала. Друзья, мы в Кабанске. Сегодня здесь большой праздник. 95-летие района. Прямо сейчас за моей спиной проходит парад сельских поселений и организаций. В вашем сельском поселении проживают самые замечательные люди. Это правда? Это 100%. Поздравляем всех с юбилеем района. Всех выходцев с нашей Кударинской долины. Всем прекрасного настроения. Всем добра. Праздника! Как настроение сегодня? Ой, хорошее настроение, веселое. Расскажите, чем славится Кабанский район? Всем. Все у нас хорошо. Вообще-то очень здорово, конечно, побывать в бочке. Все настоящее. Якова настоящее. Пирог настоящий. А кто его пек? И варенье настоящее. Жительница нашего поселения. Какая замечательная жительница. А его будет кто-нибудь сегодня пробовать? Это будет видно впереди. Клубничку украсть нельзя, да? Почему вы все сегодня в желтой футболочке? Это цвет вашего сельского поселения? Нет. А это вы просто яркое витно сегодня на прайпе. Мы просто солнышки. Люди у нас хорошие. Живем рядом с Дебайкалом. Почему сельское поселение Клюевское и Шишки? У вас там очень много шишек? Да, у нас растут кедры. Да, шишки, клюква, черемша, клубника. Приезжайте к нам. Рыба Байкал. Рыба Байкал у нас весело. Все задуманное нашего поселения всегда исполнялось без всяких запинок и задолинок. Только вашего сельского поселения? Ну и вообще района в общем. И Бурятия. И Бурятия, да. Конечно, мы Бурятия живем. Я Бурятию люблю. Наш Кабанский район, он самый лучший. Да. А самое главное – сплоченности в наше нелегкое время. Что бы могли пожелать такого прямо душевного, такого необычного всем жителям Кабанского района? Самое главное – это, конечно, здоровье, мирного неба, творческих успехов. Побольше бочек с рыбкой, да? Вот это первое. И побольше бочек с рыбкой. Главное – здоровье. Когда есть здоровье, есть все. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хочу искренне поздравить район с юбилеем, с 95-летия. Район еще недавно самый большой в республике. Район после ЛОНОДЭ – самый промышленный район. Сельхозяйственный район. Район на берегах Байкала. Прошел достойный путь за эти 95 лет. Хочу вручить району сертификат от правительства и от Народного хурела. Подарить в честь юбилея району три машины для Кабанской центральной районной больницы, чтобы наши врачи могли быстрее и лучше доезжать до всех пациентов. Район с юбилеем! Юлия Туманова, Ренчин Павлов, телекомпания АТВ, Кабанский район. Пока Юлия Туманова веселилась в Кабанский, Дарья Белева отправилась в Ваку на встречу с интересными людьми. Чтобы добиться успеха, нужно просто по-настоящему любить то, чем занимаешься. Главное правило героев нашего следующего сюжета. Ашоровы давно мечтали о собственном магазине, о Голсановой, о строительном бизнесе. Две семьи и две уникальные истории в одном сюжете. Смотрим. Как тебя зовут? Ашиньи. Два с половиной годика. Основной работник, начальник наш. Баир Голсанов – муж, отец троих детей и начинающий бизнесмен. С прошлого года оформил социальный контракт и теперь занимается производством железобетонных изделий. Сейчас у нас народ благоустраивается. Появился спрос на такие изделия. Они все дома устанавливают, уже туалеты, унитазы, души устанавливают. И, соответственно, им нужны такие заводские изделия. Сам занимался раньше строительством. Я опыт с бетонными изделиями имею и с бетонными работами тоже. Плотник-бетонщик. Понял, что спрос есть, оказывается, в нашем районе. Узнал про соцконтракт и решил попробовать расшириться. Купил оборудование. Вы инвалид второй группы, да? Да, второй группы, в общем. Ну, как бы недавно, опять уже как хожу. Ну, после такого случая, несчастного, можно сказать, и это. Думал, ну, уже по стройке уже не побегаешь. Думал, надо что-то другое начинать уже, как бы. Ну, все равно, тянул, как бы, что-то своими руками делать. В свою стихию, можно сказать, попал. Тоже все, бетон, стройка. Своё дело решила открыть и семья Ашоровых. Они давно мечтали о небольшом магазинчике возле дома. Сейчас вся их большая семья, у Сергея Баирмы шестеро детей, работает на собственный бизнес. Мы вообще-то скотоводством занимались, 10 лет там жили. И это всегда приходилось, Серёжа, это мясо продавать. Он это в Иркутск ездил, и это в Лан-Удэй. Поэтому вот решили магазин. Но в будущем, чтобы дети тоже… Наследственно. Ну, чтобы достойно вырастить их. Ну, конечно, трудности бывают, но надо это… Ну, преодолеть надо-то всё равно. Тем более, когда семья такая дружная. Ну, конечно. Ну, детей надо тоже кормить. Приходят то за чаем, то за сахаром, то дети там конфеты. А дальше вот хотите развиваться? Да-да, хотим. Конечно, вот уже на половине дороги, как свернёшь, то уже всё, уже научились. Не думали переезжать? Нет, куда-нибудь. Вот такой красивый, вот в природе мы живём. Это свежий воздух, у нас Ашан. Вообще, мы здесь вообще хорошо. Как в районе. Да, как в районе. Я никогда не думаю, я не подумаю даже. Голсановых и Ашоровых объединяет то, что они развивают свой бизнес с помощью государства, заключив социальный контракт. По нашему району основными направлениями на сегодняшний день получается организация индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, так как наш район является сельскохозяйственным, животноводческим районом, поиск работы. В этом году, уже с начала этого года, уже воспользовались этой помощью 18 наших граждан. Чтобы не случилось, надо верить в себя, конечно. Но все нас поддерживают, но не было ни одного человека, чтобы нас не поддерживал. Найти своё, тогда уже будет легче. И главное, любимое дело. Да, чтобы любил это своё дело, просто вот любил то, что ты делаешь, то, что ты создаёшь, вот это вот, скажем так. Дарья Белёва, Жаргал Ирдыней, в телекомпании АТВ, Акинский район. Не переключайтесь, вот о чём мы расскажем после короткой рекламы. Расскажите, пожалуйста, что это за арт-объект, который находится под нами в данный момент. Лучшие мастера Бурятии. В Улан-Удэ проходит выставка «Уран-Дархан». Как нашим мастерам стать более успешными в своём деле. Традиции и деньги. В Улан-Удэ прошёл съезд мастеров народного творчества. Танцевали до упаду. Фестиваль «Ночь Йохора» прошёл в Улан-Удэ. Продолжаем выпуск. Деревянная кровать с национальным орнаментом. Расписные тарелки и аппликации из комского волоса. Всё это можно найти в Улан-Удэ прямо сейчас. Лучшие мастера республики представили свои изделия на выставке «Уран-Дархан». Там побывал Александр Гостев. Уже во второй раз выставка «Уран-Дархан» собирает лучших мастеров рукоделия со всей республики. Главный мотив работ – бурятские национальные традиции. По словам одного из участников, удовольствие приносит сам процесс. Раньше не было ни фабрик, ни заводов, как говорится. Всё шили вручную. И одежду шили, и домашнюю утро шили. Склонность к рукоделию складывается и мне доставляет большое удовольствие. «Уран-Дархан» проводится в рамках подготовки к празднованию столетия республики. Первая такая выставка состоялась в декабре прошлого года. И она как бы дала такой толчок для развития народных промыслов. Это поддержка мастеров. У них в общем-то появляется стимул для того, чтобы что-то создавать. И их материально поддерживают. У них есть возможность там закупить материалы и так далее. И исполнить свои давние мечты. Всего в конкурсе проектов принял участие 61 мастер из Улан-Удэ и 9 районов Бурятии. Сначала они представили эскизы своих изделий, а затем комиссия конкурса выбрала лучшие проекты и выделила на них деньги. Расскажите, пожалуйста, что это за арт-объект, который находится под нами в данный момент. В общем, это национально-бурятская кровать, разборная, переносная. Раньше буряты жили в юртах, они разбирали их, постоянно переезжали, передвигались. И я сделала на клиниях она разборная, как четыре щита. И отдельно эти доски снимаются. В следующем году пройдет масштабная грант-выставка. На ней представят все произведения, созданные победителями конкурсов. Посмотреть вживую на эти изделия, прикоснуться к истории Бурятии можно и сейчас в художественном музее имени Сампилова. Выставка пройдет до 10 июля. Возрастное ограничение 6+. Александр Гостев, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Выставки это, конечно, хорошо, но у художников есть и проблемы. Больше всего творцам не хватает финансовой и информационной поддержки. Со своими предложениями и инициативами они выступили на первом съезде мастеров народного промысла. Съезд мастеров народно-художественного промысла в Улан-Удэ проходит впервые. На него приехали участники не только соседних регионов, но и из Якутии, Хабаровского края и Москвы. Ну это, во-первых, повстречаемся, увидим, какие есть мастера, и тем самым у нас тоже расширится наше познание. То, чем занимается, это самое главное, общение и обмен опытом. Еще одна участница из Иркутска приехала обмениваться опытом. Екатерина с самого детства обучалась народному промыслу. Казалось бы, будущее уже предрешено, но семья и дети не дали реализоваться в этом деле. Только спустя годы женщина решилась заняться творчеством. Я вообще всю жизнь ничем не занималась, я не рисовала. Я просто в детстве ходила в художественную школу. Сразу, первая работа моя пошла на алтаргану, сразу первая работа. А так в Иркутской области это оценили. Там она попала, юрта моя попала в книгу рекордов Иркутской области. А что за юрта у вас? А там нарисована юрта на двухметровом полотне. Два метра, двадцать сантиметров я ее вязала вручную. Одного таланта и образования мало, чтобы работы ремесленников стали коммерчески успешными. На съезде мастера предложили властям создать школы народного промысла и интернет-магазин с изделиями. В современном мире сделать более еще актуальные востребования среди населения. Как нашим мастерам стать более успешными в своем деле, возможно и в открытии своего бизнеса. Это одно из направлений коммерческих, чтобы успех был, но и в то же время тоже есть большая задача, как сохранять наши традиции. Интернет-магазин школы народного промысла, создание ассоциаций мастеров Бурятии и образовательные программы – это лишь малая часть того, что предложили участники. На самом деле очень отрадно, что сегодня проходит первый съезд мастеров. Мы очень давно ожидали этого. Я вижу просто, насколько сегодня все счастливые мастера, потому что у них впервые есть такая возможность встретиться, обсудить те необходимые темы, которые им интересны. И художественные промыслы – это неотъемлемая часть нашей богатой культуры, нашего многонационального народа. Такие съезды планируют организовывать раз в четыре года. А теперь об одном из главных культурных событий года. Накануне после двухлетнего перерыва в этнографическом музее прошел масштабный фестиваль национального танца «Ночь Йохора». По зрителям и артистам было видно, как сильно они соскучились друг по другу, по любимому танцу и по праздникам в целом. Вместе со всеми танцевал до упаду и наш корреспондент Кирилл Мешков. Ну что, друзья, всем привет! Мы ждали этого три года «Ночь Йохора» в этнографическом музее. Ну что, пойдемте танцевать? Как вам? Классно! Вам как? Супер! Здорово! Что думаете, будете танцевать в «Натой Йохоре»? Конечно! Мы зачем пришли сюда? Когда будет трое? Ну да! Из-за пандемии «Ночь Йохора» не проводили с 2019 года. Сегодня все, кто скучал по танцам под открытым небом, собрались в этнографическом музее, чтобы зажечь за все три года. Это то, что нам дает силы, энергию для дальнейшей жизни, для дальнейшего пути. И танец наш, Йохор, это то, что передано нашими предками. После захода солнца ведущие начали мастер-класс по Йохору разных районов Бурятии. Здесь не только танцуют, но и учат. Все эти люди вокруг сейчас собираются, чтобы все вместе научиться танцевать Йохор. Не забыть свои традиции, обычаи бурятского народа и бурятский язык свой родной. Желаю! А что скажете тем, кто сегодня не приехал наоборот? Очень много потеряли. Скучно живете. Мне больше всего нравится то, что люди здесь собрались и веселятся вместе. Йохор, получается, они сплочаются, танцуют вместе, атмосферу делают нереальную. К сожалению, из-за того, что поднялся ветер сегодня на Гранд Йохор и не зажгут костер. Но это никому не помешает танцевать самый большой Йохор в этом году. Мы готовы на Гранд Йохор! Мы готовы на Гранд Йохор! Кирилл Мешков, Жаргав Арденеев, телекомпания ТВ. На этом у меня все. А вот в нашем телеграм-канале новости не кончаются никогда. Подписывайтесь по QR-коду на экране и не переключайтесь. Впереди много интересного. С вами была Мариам Восконян. Увидимся! Для тех, кто не знает, эти маленькие камни называются щебня. Без него невозможно обойтись в строительстве. А находимся мы сейчас на предприятии, где его изготавливают. Это, между прочим, неподалеку от села Табхар. Добыча декоративного и строительного камня. Именно этим и занимается компания «Геостандарт». Ей всего год, однако товарообороту предприятиям можно позавидовать. В одну смену передрабливаем в месяц примерно 25 тысяч тонн. У нас покупают дорожные строители, бетонные заводы покупают, частный сектор тоже. Фишка завода в самом оборудовании. Это высококачественная финская система дробилок. Работу здесь по праву можно назвать пыльной. Смысл всего производства – превращать огромные камни в мелкие. Сначала их добывают на карьере, после они проходят три этапа переработки. Сюда поступает материал до 700 миллиметров размером, а выходит уже до 200 миллиметров. Дальше по конвейеру измельченный гранит переходит на следующий этап. Вторая стадия дробления схожа с первой, только на выходе камня еще мельче. Мы подошли к последнему этапу – установка, изюминка нашего завода. Мы можем на всем этом заводе всего две фракции одновременно производить. И всего семь фракций производить. Фракции, другими словами, это размеры камней. А чтобы определенный размер получить, это делается с помощью грохота. А грохот – это что? Грохот – это оборудование, в котором находятся сита разных ячеек. От мелкого внизу до самого крупного. То есть с помощью сита и проходит отбор камней. В конце производства вырастают настоящие горы щебня, у каждой из которых своя фракция. Отметим уникальность завода в системе управления. Весь процесс регулируется как вручную, так и автоматически. Здесь датчики скорости, датчики наполнения. Они работают вообще очень четко. Вот мы год уже работаем, никаких поломок. Производство полностью безотходное. Даже остаточная пыль после всей переработки имеет спрос. Компания «Геостандарт» – это высокое качество за привлекательную цену. Улан-Удэ Стальмост Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту – один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика ССЭК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...